Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Начну с последних новостей, точнее с последнего влога, когда я начинала один процесс и просила также на канале ВКонтакте написать, догадываетесь ли вы какая-то будет игрушка или нет. Меня очень порадовало, что большинство людей угадали и, конечно же, это обезьянка. Обезьянка у меня получилась 13 сантиметров роста. Вот в такой формате все. Полностью пряжа Ярнар Джинс. Единственное, что я могу путать, это бежевый оттенок Ярнар Джинс, либо Газал Джинс, потому что маленький кусочек лежал и без упаковки. Шарфик также связан из полушерсти Лана Голд. Я своим шарфиком не изменяю. Все должны быть из полушерсти. Только по заказу, если из полухлопка. Глазки я сделала размер номер 8. Схемка у зверя одинаковая. Ножки, ручки, объем головы все идентичные. Меняются уже хвостики, мордочка, ушки, либо рог, если вы единорога. Так все идентично. Мордочку я вязала цельно вязаной, без каких-то дополнительных частичек. Когда некоторые вяжут мордочку сначала, потом вывязывают отдельный верх для обезьянки. Нет, в этот раз я решила связать полностью цельно вязаную мордочку. Здесь небольшие утяжки есть, чтобы форма мордочки была овальная и от набитки холофайбера она не укруглялась. Вот так вот. Вот такая вот обезьянка у меня получилась. Кто не видел ее в ВКонтакте, либо в Яндекс.Зен, напишите, понравилась вам она или нет. Это мой первый готовый процесс на этой недельке. Потом у меня в процессах было связать на новой неделе это персонажа из мультика Стича. Но, как я поняла, у меня нет подходящего синего оттенка. В общем, у меня есть только синий темный, либо синий светлый. А между ними промежуточного, как раз таки он хорошо подойдет для Стич, у меня не оказалось. Хотя я уверена была, что он у меня есть. Вот, поэтому Стич у меня немножко отходит на задний план. Я хочу докупить пряжу и обязательно свяжу Стича в нужном оттенке. Вот, такие вот новости. И, конечно же, замену Стича у меня пришла другая игрушка. Она уже готовая. Я ее связала за несколько дней, потому что были праздники и игрушка немножко оттянулась. Вот такой вот у меня маленький юный чеширский котик получился. Вязался он из пряжи Ярна Джинс и Казал Джинс. Использовала я два разных оттенка. В розовый Казал Джинс мне казалось больше подойдет, нежели чем найти в оттенок в Ярна Джинсе. И я подобрала для себя такой 1104, красивый пыльный розовый и оттенок номер 50, ежевичка это Ярна Джинс. Вот таких вот два оттенка я совместила. Глазки также у котика номер 8 и милая мордашка, просто вышита ниточка. Я не стала вышивать сильно широкую улыбку и вышивать зубики. Я решила сделать просто образ чеширского котика. В принципе, как и все мои мультяшные игрушки, только передаю образ. Вот. И такой вот котик у меня получился. Также все мастер-классы на игрушек будут. Немножко нужно подождать и все в порядке очереди. То есть я тоже не робот, я не могу быстро печатать мастер-классы. Это на самом деле тяжелая работа, поэтому я надеюсь, вы меня понимаете и дождетесь своего мастер-класса. Вот. Это вторая готовая работа. И на этой недельке, точнее даже вчера, вчера вечером мне пришел заказ на четырех маленьких зверят. Мне нужно связать зайку, мишку, жирафика и собачку. Так как у меня уже схемки есть, жирафика, зайки и мишки, собачку мне придется додумывать в порядке вязания. Вот. Но я игрушку свяжу по своему образу, то есть по формату моего мастер-класса. Так вот, расцветка. А собачка будет бежевая с ушками какао. Жирафик желченький из газал-джинс. Зайчик кремовый тоже газал-джинс. И мишку попросили сделать серенького. Я еще уточню этот момент. Либо оформление его коктейликой, либо просто серенький мишка будет без всяких кофточек, свитерочков. Да, попросили сделать без шарфиков. Просто однотонные. Так что я начинаю сейчас вязать свой заказ. Процессы работы, конечно же, буду подключаться, вам показывать. И в воскресенье нужно будет его уже отправить. Либо на выходных. Вот так вот. Так что на сегодня я пока буду отключаться и до связи. Так, у нас сегодня уже обед. И я решила опять сделать картошку и курицу. В последнее время это у нас постоянно либо картошка с курицей, либо с пловом. Все естся. На днях делала пиццу с пирогом. Муж заказывает такие блюда, которые точно не к лету. Обычно надо худеть, что-нибудь на овощах посидеть. Но нет, не в нашей семье. Мы любим покушать. Поэтому вот приготовила очередную порцию. И будем скоро обедать. Как красиво! Как красиво, мам! Красиво? Да. Сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита! И встретимся уже за рабочим столом. Всем добрый день! У нас уже сегодня новое число. Точнее уже четверг. Я вчера ничего не снимала, но процессы, конечно же, у меня были. Я успела уже связать две игрушки. Это у меня по заказу связался зайка и связался мишка. В оттенках однотонных, как и просил заказчик, размер игрушек получается 13 см. Вязала немножко расслабленно, чтобы игрушка немножко вытянулась вверх. Потому что, когда я вяжу более натянутой, то игрушки получаются 12 см. Но как заказчик попросил, чтобы примерно они все были одинаковые и в размере 13 см. Вот. Что я и пытаюсь сделать. Таких вот две работы сделаны. Напоминаю, что это газал джинс, а это ярнер джинс. Вот. Глазки у всех размеров разные. И здесь шестерочка, а здесь восьмерочка. Вот. На данном этапе я уже начала вязать следующую игрушку. Это у меня жирафик. Я вижу также его из газал джинс. Успела уже оформить мордочку. И связала к нему пару ушек и пару рожечек. Вот. Буду сегодня собирать и довязываю. И осталась напоследок у меня собачка. Пока новостей таких особых нету. Я все занята в заказах. Поэтому подключила показать вам свой небольшой процесс. Что успею связать за сегодняшний день. Также подключусь и покажу, если будет светло. И завтра, 13 число, у меня собеседование на работе. Это больше как подработка. Поэтому буду совмещать и подработку, и основное свое хобби. Это вязание игрушками гуруми. И также я расширяю свой магазин на ярмарке мастеров. У меня уже 15 позиций заполнено в магазине. Там в основном продаются только пока игрушки. Мои маленькие игрушки. И может быть одна покремушка. На будущее я закупилась бусинками деревянными. У меня были в остатках, но небольшое количество уже закончилось. Немножко закупилась бусинками. Сейчас покажу вам. Сейчас поменяю местами. И вот. Закупилась бусинками. Еще в процессе я хочу купить можжевеловые бусинки. Нашла уже где купить. И также пополнить буковыми колечками. У меня уже тоже на остатках. Нужно пополнять и вязать и заполнять магазин. Я хочу попробовать в магазин повязать детские погремушки. С добавления, обвязывания бусин. С добавлениями, с частичками из можжевелового дерева. И поделать, так сказать, например, грызунок деревянный. И на него навязано много всяких разных штучек. Это я посмотрела в интернете. Много девочек вяжут. Много есть маленьких мастер-классов на вязание крючком один, меньше и больше. Сейчас я попробовала там буквально полчаса. Заняло мне времени обвязать три бусинки. И выбирала для себя, какая пряжа мне больше нравится. Первую бусинку я обвязывала пряжей Коко. Это мерсерзиновый хлопок. Я когда буду вязать больше и расскажу вам свои процессы. И покажу вам больше обвязанных бусин. И покажу, какую пряжу я больше использовала. Сейчас я просто вам покажу. Если я не перегорю этим процессом, то обязательно видео выйдет с такими вот маленькими штучками. Обвязала бусинку из Ализе Мисс, но мне не понравилась. Она более толстая. Я вязала крючком 1,5. Здесь получается из-за толщины пряжи, из-за грубости, она некрасиво ложится на удалениях, на убавках. И получается здесь неровности, чем ежели делать убавки из Коко. В общем, Мисс я сразу для себя убрала. А здесь я обвязала 100% хлопком Белла и попробовала сделать вот такие вот спиральки из Коко. Из Беллы вяжется вроде неплохо, но тоже что-то не очень уже нравится. Пока у меня в приоритетах и фаворитах эта пряжа Коко идет. Видите, Коко? Вот такие вот у меня еще процессы. На дальнейший заказ закончу и буду пробовать пополнять магазин всякими разными детскими штучками. Так что вот так вот на сегодня у меня все. Сегодня я вам показала все, что у меня произошло за последние полтора суток и до связи. Всем доброе утро! Сегодня у нас уже пятница. И сегодня я хочу отснять последний, заключительный кусочек видео и уже загрузить на канал. Я закончила свой заказ. У меня готовы 4 игрушки. Давайте я вам их покажу. Связались они легко на одном дыхании, так как схемка моя. И когда игрушки заказывают по моим схемкам, ну и даже если у вас закажут игрушки по вашим схемкам, я думаю, вам быстрее и проще связать, чем ежели по чужим мастер-классам. Так, ну что, первое я вязала мишку. Вот такой вот мишка у меня получился. Рост у всех 13 сантиметров. Там плюс-минус 2 миллиметра играет. У всех есть хвостики, я не забыла про них. Особенно у мишек. Также зайчик связанный сказал джинс. Тоже я связала хвостиком, не забыла. Вот. Дальше я показывала кусочки работы. Это жирафика. Все игрушки заказчик одобрил, ему все понравилось и уже отправляется. И отправляются игрушки в Приморско-Камчатский район. Я никогда так далеко игрушки свои не отправляла. Это самая дальняя посылка будет у меня. Полетит, конечно же, первым классом. Если же отправлять обычным классом, да, это с поездом, либо автобусом, то посылка будет идти 28 дней. Я же отправляю первым классом. Она полетит и будет уже через 5 дней у хозяйки. Игрушки все будут в теплых руках. Вот такой вот жирафик у меня. И я долго думала, как связать собачку. Смотрела много всяких разных форматов. И примерно полила, что они у всех одинаковые. У кого не посмотреть, собачка, кругленькая мордочка и висящие ушки. Я изначально смотрела собачку у Оли Аск. Обычная, ну тоже, обычный формат игрушки собачки. Мордочка и такие же висящие ушки. Как зашла я в гугл, там просто все то же самое. Только отличается размерами, расцветками. Но сам факт, кругленькая мордочка и такие висящие ушки у всех. Эта собачка была связана для заказа. Для мастер-класса я, наверное, буду думать немножечко изменить образ собачки. Чтобы прям идентичного у всех похожих не было. Но если что-то не получится придумать, то оставлю ушки и мордочку, как и у всех. То есть это будет просто собачка в коллекцию. Схемка так и остается. Моя идейная для малышей. Только здесь другие ушки и мордочка, как у жирафика. Только я связала его из кремового оттенка. Вот. Глазки здесь размер номер 8. В общем, вышел реснички и бровки. И связала ему хвостик в оттенку ушек. Заказчице тоже очень понравился этот щеночек. И, в общем, уже можно будет отправлять. Так, давайте я вам напомню, какие мастер-классы есть у меня на канале. Либо в группе ВКонтакте. Ссылка будет на жирафика обязательно. Ссылка будет обязательно на мишек. Мишек я вяжу в трех оттенках. Это мишка Тедди. Это мишка Винни-Пух. И обычный бурый медведь. Там у меня в формате свитрочка. Вы можете оформлять свитрочков. Либо просто вязать однотонные игрушки. Заказчик заказал однотонные. Поэтому я все исполнила. Так, и мастер-класс обязательно будет на чеширского котика. Я уже оформила его в печатном формате. Это, получается, ссылка будет Яндекс.Дзен. И также ссылка будет в группу ВКонтакте, где эти мастер-классы по слайдам у меня оформлены. И что я здесь изменила. Точнее, не изменила, а сделала чисто для заказа. Как вы видите, я свои ножки, прежде чем оформлять туловище, наполнять, я наполню ножки, потом я закрепляю их иголочками. Поэтому у меня тельце смотрится более овальнее. А в заказе я все ножки сшила, чтобы они оставались такими же нелепыми маленькими малышами. В общем, я их везде посшивала. Так что, если вдруг у кого-то не получается, да, сделать овальные ножки, вот такие вот, то можно их сшить посередке аккуратненько, несколькими стежками. Это незаметно и тоже очень симпатично смотрится. Вот. Так что все мастер-классы я оставлю внизу под видео. Проходите, вяжите, делитесь своими фотографиями. И обязательно вступайте ко мне в группу, еще будет много интересных мастер-классов. Так, ну что, я уже подготовила пакетики для оформления посылки. Так как я поняла, это заказ не подарочный, поэтому я буду отправлять. Сначала я упакую их в целлофановые пакетики с клеющей основой. И обычный почтовый пакет, который будет отправлен. И также положу несколько открыток. Будут две небольших открыточки от всей души и спасибо с Куала. Писать я ничего не буду. Хотя нет, на маленькой, наверное, я напишу в свою группу ВКонтакте на всякий случай и номер телефона. Хотя человек заказ сделал у меня через группу ВКонтакт. Вот. Я заказала также бирки себе на Валберсе. Я нашла 100 бирочек. Просто написано ручная работа, либо хендмей. И 100 штук за 260 рублей. То есть 2 рубля 60 копеечек у меня получается бирочкой. И также я заказала 50 штук кругленьких открыток. Это также на Валберес. Я надеялась, что они придут сегодня, но посылка немножко оттянулась до 14-15 числа. Поэтому уже вы сможете увидеть их в новом видео. Так, ну что, давайте я потихонечку буду упаковывать. Вот так вот в простых пакетиках они у меня полетят. Сейчас я буду оформлять посылочку, потом оформлю ее сразу же на почте, на сайте почты. И мне остается только принести ее и отдать работникам почты. И все, чтобы не стоять в очередях. Так что, если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. И всем пока, до новой недели. Пока-пока.